Ты удивляешься тех, кто проклинает сахабов, это ты говоришь о шиитах, да? Ты говоришь об этом иорданским чеченцам, а почему ты им сразу же не пояснил, что ты в Сирии, вместе с ними, ты вместе с ними борешься с теми, кто этих сахабов любит? Ты говоришь, что любой имам из тех, которые были на Кавказе, начиная от шейха Мансура, любой из них, ты говоришь, подписался бы под то, что сейчас в Чечне. Якобы каждый из них боролся за это, за то, что вы сегодня установили в Чечне. Это твой отец и ты. Ты говоришь, что... Итак, хочу начать этот эфир с того, чтобы замочить вот эту мошку. Значит, хочу начать этот эфир и вообще, наверное, посвятить большую часть этого эфира сегодня Рамзану Кадырову и его встречи с чеченцами из Иордании, которую показали почек ТРК грязной. Значит, отдельно выложили ролик под названием «Спецрепортаж». Уф, и как ты меня напрягаешь. Спецрепортаж, значит, от 13-го чего-то там. 13 августа 2019 года. Кадыров встретился с иорданскими, с молодыми ребятами из Иордании. Там 150 человек. Он, значит, сел и с ними провел разговор, так скажем. Ну, скорее, это был монолог. Я для себя сделал такую шпаргалку, где написал, значит, все вот эти его высказывания кадыровские. Здесь все будет идти не в кронологическом порядке. Я не делал это как бы от начала до конца. Просто буду некоторые его тезисы озвучивать и их комментировать. Периодически будем прерываться на то, чтобы зачитывать сообщения. Итак, Кадыров говорит, что на этой встрече Кадыров рассказывает своим слушателям, иорданским чеченцам, и там еще какие-то его прихвостни разные. Значит, он говорит, что Кадыров, значит, старший, что его отец, Ахмад Кадыров, ему, мол, то ли поставили условие, то ли сделали предложение подписать документ, что Чечня является субъектом России. И спросили, мы тебя сделаем, значит, главой республики. Если мы тебя сделаем, ты подпишешь этот документ, якобы? Путин спросил у Ахмада Кадырова. И Ахмад Кадыров, говорит, ему ответил, нет, говорит, я не подпишу такого документа. Я сначала спрошу у народа, сказал Ахмад Кадыров. И вот если мой народ скажет, что он хочет быть частью России, тогда я этот документ подпишу. Я, мол, сам не имею таких полномочий принимать такие решения. И он это объясняет, рассказывает эти вещи вот этим вот иорданским чеченцам, которые никаких, ну, возможно, многие из них даже и не в курсе всех этих событий. Многие даже, наверное, не понимают вот всего того бреда, да, который он несет. Они сидят, действительно, может быть, многие из них берут это все как бы за истину, да, все, что он рассказывает. И все то, что он там делал, вот это все его разговоры, я могу охарактеризовать просто вот таким вот жестом. Понимаете, вот что он там делал. Если, Кадыров, твой отец, выставил такие условия Путину, сказал, что он не подпишет этот документ, не спросив у народа, почему же тогда он пошел на вот этот вот фарс, якобы вы же им говорите, что он типа спросил у народа, когда проводил тот самый референдум. Тогда объясни, пожалуйста, ведь вы все прекрасно понимаете, что референдум не проводится под оккупацией, когда у тебя вся республика захвачена российскими военными, у тебя стоят блокпосты, проходят зачистки, периодически тебя долбят, уничтожают твой народ. И вот под этими дурами автоматов у людей не спрашивают, чего они хотят. Так это не делается. Почему твой отец не сказал Путину, давай я, значит, спрошу у своего народа, хочет мой народ того, чтобы мы были частью вашего государства или нет. Для этого выведи полностью войска с территории нашего государства, и мы спокойно у себя проведем референдум, зададим этот вопрос гражданам нашего государства. И если они захотят, ответят, что да, мы хотим, тогда мы, значит, войдем в состав вашего государства. Почему твой отец так не сказал? Вместо этого твой отец пошел на этот фарс, который не признан ни одним государством в этом мире, и этот референдум, проведенный у нас, он не признан ни одним государством в этом мире. Все прекрасно понимают, что референдум так не проводится. Вопросы народу не задаются под дулами автоматов. Почему же он пошел на это? Почему ты это не сказал иорданским чеченцам? Почему ты им не сказал, что мы тогда провели референдум под дулами российских автоматов? Мы спросили у чеченского народа, который мы же убивали, мы же его долбили, мы же его, значит, артиллерийскими и авиаударами уничтожали. И вот под этим всем гнетом мы у них спросили, хотят ли они быть частью Российской Федерации. И почему ты не рассказал этим иорданским чеченцам, что буквально перед этим референдумом Путин сделал заявление о том, что тот, кто проголосует за Масхадова, проголосует за войну. И он будет уничтожен. Почему ты об этом не сказал иорданским чеченцам? Что перед тем, как провести референдум, сначала была захвачена наша республика, мы были под оккупацией, и потом Путин запугал еще всех, сказал, что если вы попробуете только, не проголосуете там за Кадырова, мы вас будем уничтожать как террористов, в сортирах, и после этого пошли, значит, провели этот референдум, на котором большинство нашего народа и не участвовали. И чтобы создать хоть какую-то видимость этого референдума, вы туда погнали всех военнослужащих российских. Почему ты об этом не рассказал иорданским чеченцам? И еще самое интересное, почему ты не рассказал о том, что твой отец перед тем, как провести этот референдум, он почему-то решил дать 15 тысяч долларов взятки, взятку, 15 тысяч долларов суду, шариатскому, так называемому, для того, чтобы они отменили то решение по поводу него, о приговоре с вынесенным Кадырову, о смертной казни. Почему ты об этом не рассказал? Почему твой отец перед тем, как провести вот этот референдум, спросить, как ты говоришь у народа, хочет народ быть частью России или не хочет, почему перед этим твой отец дает 15 тысяч долларов российских денег, берет у России 15 тысяч долларов и дает эту взятку суду, чтобы этот суд отменил смертную казнь, всю, значит, ответственность возложил на Масхадова, распустил сам себя этот же суд своим же указом. И только после этого твой отец проводит вот этот референдум, задает вопрос народу. Почему ты об этом не рассказал иорданским чеченцам? Ты сказал этим ребятам, что вы, значит, наказываете всех тех генералов российских, которые, мол, у нас совершали преступления, мучили наш народ. Да что ты говоришь? Серьезно? А генерал Шаманов, он не преступник? Ты же сам очень часто высказываешься негативно о Шаманове. Ты же сам признаешь, что он преступник. Ничем не меньше Буданова. Кстати говоря, Буданов вообще был в его подчинении, когда совершил свое мерзкое преступление. И Шаманов, это человек, который превзошел, наверное, всех остальных российских генералов в своей преступной деятельности в Чечне. Это человек, на котором лежит ответственность за очень много неминных смертей. Почему ты не рассказал этим иорданским чеченцам сразу после того, как ты сказал, что вы наказываете тех российских генералов, которые совершали преступления в Чечне, сразу почему ты не сказал, что в это же самое время ты вместе с главным преступником Шамановым, одним из главных, наравне с Путиным, что ты вместе с ним являешься членом одной партии. Почему ты об этом не сказал им? Что вы с ним коллеги. Вы с ним являетесь членами одной правящей в России партии. Партии «Единая Россия». Почему ты не сказал, что твой депутат Государственной Думы, Адам Делимханов, который тоже там присутствовал на этой встрече, стоял там строго вот так вот, нахмурившись, смотрел на всех. Почему ты не сказал, что он вместе с Шамановым в одном вот этом вот зале заседания в Государственной Думе сидит и принимает законы, голосует с ним в унисон. Почему ты об этом им не сказал? Почему твой этот доблестный депутат, который, как ты говоришь, если он вместе с тобой на твоем пути Ахмата Кадырова, и вы наказываете тех генералов, которые у нас совершали преступление, почему твой депутат Делимханов не накажет Шаманова? Ведь он находится в непосредственном доступе к нему. Почему он это не сделает? Мы знаем, что твой депутат Делимханов уже устраивал драки в Государственной Думе, у него там выпадал золотой пистолет. Что мешает наказать Шаманову прямо там? Почему он это не сделает? А, Кадыров? И почему ты об этом не рассказал этим ягаданским чеченцам? Ты удивляешься тех, кто проклинает сахабов, это ты говоришь о шиитах, да? Ты рассказываешь им, говоришь, что вот есть, мол, такие люди, которые проклинают сподвижников Абу Бакра, Омара, да будет доволен Аллах ими всеми, проклинают мать правоверных Айшу, да будет Аллах ей доволен. Ты этому как бы удивляешься, что есть такие люди, говоришь, и они типа считают еще себя мусульманами, они называют себя мусульманами. Ты говоришь о шиитах, это шииты делают, шииты проклинают этих сахабов, проклинают мать правоверных, ненавидят их, таким образом типа приближаются к Всевышнему, ненавистью к этим людям. Ты говоришь об этом иорданским чеченцам, а почему ты им сразу же не пояснил, что ты в Сирии, вместе с ними, с теми, кто вот занимается вот этим всем, проклинает этих сахабов. Ты вместе с ними борешься с теми, кто этих сахабов любит, кто приближается к Аллаху любовью к этим людям. Почему ты им об этом не сказал? Почему ты не сказал, что ты отправляешь чеченские какие-то там батальоны в Сирию воевать на стороне Башара Асада, защищать там интересы Башара Асада? Почему ты не сказал, что твой муфтий ездит туда и встречается там с Башаром Асадом, с какими-то духовными оловицкими, этими духовными лицами? Почему ты им об этом не рассказал? И сразу не объяснил вот это вот свое противоречие. Сразу объяснил бы, да, сказал бы, они проклинают, они не мусульмане, но в то же время здесь мы их любим, а тут мы их ненавидим. И объяснил бы, почему там вы их любите, а здесь вы их ненавидите. Почему ты им не объяснил? Почему ты им не объяснил, что главная шиитская страна сегодня, Иран, которая, как ты говоришь, оказывается, не является, да, все они мусульманами. Ты говоришь, как они могут быть мусульманами, если они проклинают сахабов. Но с этой страной вместе, в Сирии, ты и твои люди в рядах российской армии, вы боретесь с теми мусульманами, которые хотят свергнуть этого Башара Асада, которые не хотят, чтобы он правил в их стране, которые не хотят вот этих, как ты говоришь, вот этих алавитов, которые проклинают сахабов. Они их не хотят. Они хотят их поменять, эту власть, поставить туда ту власть, которая будет для них приемлема. Но ты там борешься с ними, но почему-то иорданским чеченцам ты об этом не говоришь. Ты говоришь, что любой имам из тех, которые были на Кавказе, начиная от шейха Мансура, любой из них, ты говоришь, подписался бы под то, что сейчас в Чечне. Якобы каждый из них боролся за это, за то, что вы сегодня установили в Чечне. Это твой отец и ты. Ты говоришь, что наши имамы, шейх Мансур, Гази Мухаммад, любой другой, любой имам, который был на Кавказе и боролся с Российской империей, якобы он боролся за то, чтобы установить там вот тот, тот режим, тот строй, который установлен там сейчас. Ты говоришь об этом иорданским чеченцам. Каждый из тех имамов, которые у нас были, начиная от шейха Мансура и заканчивая нашими последними современниками, все они боролись как раз таки за то, чтобы в наших, на нашей земле были те устои, те законы, которые для нас приемлемы, которые мы сами установим, а не те, которые для нас установит Кремль. Ты говоришь иорданским чеченцам, что якобы у нас есть флаг, гимн и всякая там атрибутика. Нет у нас ничего из этого. У нас ничего из этого нет, потому что наш народ для себя этого не выбирал. И наши те самые имамы боролись за то, чтобы наш народ себе это все выбирал. Чтобы наш народ ставил себе флаг, какой он захочет, государственный строй и все остальное. Чтобы между нами вопросы решались так, как и положено среди мусульман. за это боролись эти имамы. А тот гимн, флаг и так далее, конституция и всякие вот эти фейковые государственные атрибуты, которые там сегодня есть, это не то, что избрал наш народ. Это то, что тебе сверху с Кремля прислали, то, что тебе сказали, вот это вот там сделай, то ты и сделал. Максимум, что ты мог в этой ситуации себе позволить, это сделать предложение. И это предложение твое должны были там одабривать. И вот наши имамы все боролись за то, чтобы не нужно было ни с кем там ничего одабривать. И любой из этих имамов мог до тебя за 100, за 200, за 300 лет сделать то, что сегодня там имеется в Чечне, вот этот строй установить, мог любой из них. Но никто на это не шел, потому что они, они не допускали для себя даже мысли войти в историю предателями, наместниками российскими. Они не допускали этого. А твой отец и ты, вы для себя это допустили. Поэтому эти иорданские чеченцы, я надеюсь, они этого понимают, я надеюсь, они знают, почему их предки вынуждены были покинуть нашу землю, уехать в Иорданию. Явно не из-за того, что вот этот вот российский строй сегодня установить на нашей земле. Из-за того, что они этого не могли сделать. Они это могли сделать давно. До тебя за за много сотен лет такая практика работала по всему миру и работает по сегодняшний день. И если бы любой из них согласился бы на это, то это с радостью было бы принято российским руководством, как это было принято и в вашем случае. так, немножко. Немножко. Субтитры создавал DimaTorzok